Добрый день! Меня зовут Анжелика и сегодня мы с вами будем рисовать. Сегодня мы будем рисовать очень яркую птицу, это попугай. Начнем мы с наброска. Нам нужно перенести рисунок на нашу подготовленную уже бумагу. Я ее тоже загрунтовала. Чтобы мне не бороться с белой бумагой, я использовала обычную гуашь. Начинаю я, в общем-то, с клюва. Если я рисую с фотографии и не меняю композицию, я просто смотрю, как расположено на листе рисунок, где будет у него по отношению к краю листа, чтобы мне тоже, в общем-то, уместиться и попасть в этот рисунок. Я делаю сейчас набросок темной пастелью, потому что, в общем-то, птица, она, в принципе, будет такая достаточно темная, черная. Желтый цвет мы пока не перекрываем. Вот делаю ей крыло. Намечаю, где у нее переходы цветов. Вот здесь у нее горлышко. Переход цвета. Здесь клюв. Смотрим, очень интересная форма, да, как он открывается. Такой достаточно острый, загнутый клюв. Так, ноздри у птицы. Смотрим, по голове пошла вот у нее сверху голова. Она такая у нее зелено-бирюзовая. В общем-то, очень красивый цвет добавляю. И здесь же смотрю, где у нее будет глаз. Глаз от клюва. Так, приблизительно здесь. Все. Осталось наметить. Вот это у нее такая, как щечка белого цвета. Очень красивые черные у нее тут перышки. Очень интересный такой прям узор идет у нее с черным. Так, намечаем. Ну и можно начать сразу. С клюва начнем. Значит, клюв у нас, несмотря на то, что он черный, но на нем есть рефлексы. Я вижу рефлексы голубого. Это от неба, скорее всего, да. Вот здесь вот тоже есть рефлекс. И мы уже будем поверх черного добавлять с вами дополнительные цвета. Поэтому черный у нас он не совсем, не полностью черный, да. Очень красивые рефлексы. Поэтому вы старайтесь тоже смотреть, какие видите цвета, оттенки. Для этой птицы нам понадобятся с вами, кроме черного, желтый, оранжевый, бирюзовый, зеленый, голубой, розовый, еще какой. Так, ну еще посмотрим, может быть еще что-то в фон. И, конечно, светло-голубой для того, чтобы вот сделать рефлексы. А если вы знаете свою пастель, знаете ее свойства, если она у вас недостаточно мягкая, может быть, кроще, то тогда вы сразу нанесите на те места, где будут рефлексы, более светлый цвет. Так, ну и здесь мы тоже делаем низ клю, он уже более темный. Просвечивает бумага, потому что я работала кисточкой такой, знаете, строительной. Вот, и поэтому бумага просвечивает. Ну, мы сейчас с ней немножечко по-другому поступим. Чтобы избавиться вот от этого навязчивого, я бы сказала, фактуры, мы сейчас немножко используем тот метод, про который мы рассказывали на прошлом занятии. Так, здесь я намечаю, здесь вот прям такими можно движениями, потому что такие вот полосочки идут вокруг глаза и вверх. Вот прямо можно, они прям пляшут эти полоски. Очень интересно. Ноздря черные, здесь тоже немножко нужно добавить черный цвет. Намечаю сразу перышки. Вот перышки к нам немножко находятся в развороте, в ракурсе, поэтому мы их видим вот так сбоку. Я их намечаю. И есть более такие короткие перья, которые выше, и более длинные, да, уже края. Здесь будет более длинная. Так, и давайте мы возьмем с вами, можно взять растворитель и точно так же, как мы делали, при помощи кисточки сделать более гладкую фактуру на птице. Клюв все-таки у него глянцевый, поэтому будем делать его глянцевым. Размываю пастель при помощи растворителя и смотрите, как быстро он мне помогает, сглаживает, да, вот не нужно бороться ни с чем, когда знаешь тайное оружие. Так. Потом мы просто подождем, когда она высохнет, и можно будет уже делать рефлексы. Кроме того, масляная пастель, она же от слова содержит пигменты масляные, да, и масло, и пигменты. И, соответственно, для того, чтобы защитить бумагу, ее все-таки нужно грунтовать, бумагу. Хотя бы, ну, каким-то, хоть акварелью где-то может быть. Но вот гуашь хорошо, акрил хорошо работает. Если нет каких-то специальных грунтов, то будет достаточно. И вот здесь вот я тоже сразу сделаю ему такой же. Ну, а дальше мы будем уже работать просто пастелью. Вот все, наш уже клюв тоже почти подсох. Так, ну, давайте мы сейчас с вами поработаем, наверное, с оперением на голове. А здесь у нас есть темно-зеленый, ярко-зеленый, красивый-таки бирюзовый, синий. Поэтому нам понадобится сразу несколько мелков, чтобы создать вот такое вот красивое оперение этой птицы. Так, и темно-зеленый. Смотрите, подложка тоже же зеленая, где-то она работает, помогает. Даже где-то, если я не прокрашу полностью, да, в этом месте оперение, то там будет зеленый цвет. Для этой птицы он прям подходит. Поэтому, когда вы делаете какие-то заготовки для масляной пастели, вот, скажем, листы, делайте несколько цветов. Темные, светлые, разноцветные. Потому что обязательно вы, когда начнете работать, у вас будет возможность выбрать, чем вы будете рисовать. Так, здесь у нас поярче будут перышки. И сейчас мы тут их начнем понемножку смешивать. Так, еще хотелось бы потемнее зеленый. Вот зеленых, в этой работе у нас много с вами будет зеленых. Желтых и оранжевых нет, а зеленых очень разные. Разные. Сейчас, чтобы немножко отделить фон, мы добавим здесь немножко другой цвет. Давайте мы сделаем более голубым, как небо голубое. Вот я здесь добавлю вот такой вот оттеночек. И у нас сразу голова будет лучше видна. Потемнее нам нужен цвет. Здесь у нас будет уже бирюзовый. Ну, вот мы его сейчас будем смешивать с вами из разных мелков. Вот сейчас я использую такой вот цвет, он, наверное, как тоже бирюзовый, синий, зеленый, но очень темный. А нам нужно будет сделать его ярче. Теперь добавим сюда голубой цвет. И немножко я бы добавила какой-то зеленый цвет. Так, пока оставим. Пойдем дальше с вами. Значит, хорошо закрывать большие площади. Да, вот смотрите, у нас здесь очень много желто-оранжевого цвета, поэтому мы можем сразу заложить здесь цвет. И вот здесь вот у нас щечки. Щечки у нас такие белые, розовые, где-то немножко они такие сиреневые. То есть различные пастельные цвета очень нам подойдут. Ну, давайте начнем с крупного, то есть закроем все, что у нас такое желто-оранжевое. Вот здесь, в этой части, прямо они будут оранжевые оперения. И я вот перышки, видите, я прям вот таким движением продвигаю, чтобы было ощущение, что это перья, да. То есть их не надо заглаживать как раз. Мы их будем делать именно такими перышками у птички. И они вот лежат по форме. Поэтому я вот прям так и иду по форме. И добавляю. Где-то они немножечко темнее у них, где-то светлее. То есть мы вот так вот смешиваем цвета и закрываем. По краешку есть у нее более такой коричневый оттенок, тоже можно добавить. Так, продолжаем. Накладываю одни штрихи на другие, да, смешиваю краску оранжевый-желтый. Возьмем еще дополнительную оранжевую, более светлую где-то. И вот я друг на друга делаю. Так, более желтый. Прямо сверху над одну пастель на другую. Ну и у меня просвечивает бумага. В общем-то здесь ничего страшного. Можно это оставить или более тщательно проработать. Дети, дети очень любят масляную пастель, но они устают работать так активно, как работаем мы. Поэтому им лучше рисовать на небольших листах. Можно даже где-то А5 или А4, но они не будут полностью все прокрашивать, потому что вот у них не хватает терпения и сил. Масляная пастель, она все-таки такая техника требует от вас сил, чтобы сделать движение. Так, здесь добавляем такой яркий зеленый у него. Где-то здесь тоже кое-где такие яркие. Она еще не совсем высохла, но тем не менее. Вот по форме, видите, я иду. Где-то можно потемнее теперь зеленый положить. Создаем очень яркую птицу, поэтому не жалеем мелков. Выбираем самые красивые. У вас, может быть, какого-то оттенка нет, который есть у птицы. Используйте другой, да? Потому что, мне кажется, попугай бывает в стольких разных расцветок, так что вы, вот честно, даже если вы возьмете другой цвет, у вас все равно получится узнаваемая птица. Это ведь важно. Так, теперь я делаю ей перышки. Вот они у нас идут и зеленые, и синие. Где-то более яркие будет, сине-голубой. Ну, вот я их прямо вот так вот прописываю. Между ними я сейчас добавлю более темный цвет, чтобы показать, что эти перышки друг над другом находятся. Одно перо над другим. Здесь, чем ближе разворот у птицы, здесь уже больше света падает на эти перышки. Они начинают прямо-таки светиться голубым цветом. Вот я сейчас тут добавлю такой яркий голубой. Так, какой бы мне еще голубой. Так, вот можно взять. И вот мне нужно здесь уже точно избавиться от светлого листа. Потому что здесь перышки темные. Я хочу, чтобы они были темные. Поэтому я все тщательно здесь прорисовываю полностью, чтобы не было шансов желтого цвета. Ну-ка, где вот здесь вот можно с одной стороны где-то подсвечивается. Более яркий. Прокрашиваю. Желтый. Избавляюсь от него. Ну, вот была бы темная бумага, наверное, было бы не видно бы вот этого желтого. Да, но с другой стороны вот для грудки очень даже мне этот цвет подошел. Ну вот, наше крыло готово. Мы пока его оставим. Пойдем с вами дальше. Посмотрим. Может, еще нам нужно будет вернуться, что-то доделать. Теперь нам осталось доработать, в общем-то, голову попугая. Здесь мы будем использовать уже светлые оттенки. Давайте сразу возьмем. Нам понадобятся какие-то, может быть, голубые, немножко сиреневые. Ну, это прям вот пастельный. Пастельный – это значит очень светлый мелочек по тону. Розовый я бы взяла. И, конечно же, белый нам понадобится. Здесь вот у меня здесь не совсем белый, здесь белый. Вот, в общем-то, такие цвета мы будем просто между собой миксовать. И вот сейчас я начинаю работать. Закрываю оставшиеся уже. Я уже заранее нанесла черные перышки, птички, поэтому дальше я буду использовать только светлые. И вот я использую и теплые, и холодные. Мы уже говорили с вами, да, про теплые и холодные. Что когда в работе есть теплые и холодные, она будет более у вас живописной. Здесь немножко голова отвернута от света, и поэтому, ну, возможно, такое кожица. Ну, да, кожица у него такая вот более холодная. Здесь оттенок у него прям сиреневый есть, светлый красивый, розовый есть. Поэтому мы все это с вами прорисовываем. Вокруг глаза у него более розовый идет. Ну, это кожица, розовая такая кожица. Вот мы это уже делаем. Здесь у него щечка более розовая. Берем разные розовые, такой у меня есть розовый, желтый немножко, и холодный розовый, и белый. Давайте тоже возьмем, здесь тоже подобавляем его, посмешиваем. Когда у птицы появится глаз, вы прям увидите, как она у вас оживет. Это мне всегда нравится, когда вот рисуешь глаз животному, совершенно по-другому ощущаешь, как будто на тебя уже кто-то смотрит. А ты его рисуешь только. Поэтому можно и в последнюю очередь сделать глаза, а можно и в первую очередь. И мы еще с вами должны сделать, помните, я вам рассказывала, что плюв с рефлексами обязательно. Вот здесь я все закрываю. Если черное мне нужно будет, я его еще раз дополнительно добавлю, потому что, конечно, мелкие толстые, они где-то друг на дружку попадают. Поэтому можем еще раз сделать, повторить, чтобы был более такой у нас. Давайте сделаем с вами глаз. Глаз у этой птицы, он такой желто-зеленый. Контур делаем. И делаем сам зрачок сейчас. Добавим ярко-зеленый немножечко. И желтенький добавим в глазик. И добавляем желтый. И вот сейчас мы будем делать уже зрачок у птицы. И в зрачке у нее есть такой прям красивый блик. Вот. И ставим ей блик. Ну, это у меня не белая пастель. Это у меня такой немножко голубоватый цвет. Но он хорошо работает. Так, сейчас я здесь немножко потемнее сделаю. Так, и нужно все-таки нам сейчас сделать влечки. Значит, мы сейчас добавляем рефлексы. И здесь у нас тоже с вами немножечко есть рефлексы. Вот я его делаю. Посмотрите, чтобы клюв был все-таки объемный, да? Не просто черный. Тут есть разные оттенки. Мы сейчас их добавим. Где-то может быть такой немножко. Так, и клювик тоже. Вот это вот очень интересно у него ротовая щель, да? Можно так сказать. Холодные оттеночки добавляем. Вот. Пошел процесс. Я бы еще добавила ему все-таки черные. Такое, где перышки. Вот здесь вот я где-то перекрыла. Добавляем. Если у вас все в порядке, то не нужно дополнительно уже делать. Мне просто нужно показать более четко. Здесь тоже у него еще. Значит, фон мы, смотрите, можем с вами оставить такой, как он есть. А можно немножко добавить каких-то оттенков всегда. Может, такой голубой, как и небо. Ну, мы сейчас тут несколько оттенков сделаем с вами. И уже, в общем-то, фон может и просвечиваться, да? Можно более, как мы с вами, закрасить все это. Более светло хочется это. Вот что-то таким. И тоже здесь смешиваем. Между собой получаем новый оттенок. Можно где-то даже мастихином немножко подвигать. Чтобы это обобщилось у нас. Лучше смешалось. Потому что пальцем эта пастель, она тяжело смешивается. Вот так вот можно ее лучше смешать. Почти получилось. Сейчас мы еще немножко посмотрим. Вот здесь вот. Вот этой части. И добавим светлый. И добавим светлый. Мы использовали с вами большое количество синих, зеленых цветов. И парочку желтых. Рисуйте с нами. Рисуйте с удовольствием.